Каждый день на просторах интернета появляются новые методы профилактики и защиты от коронавируса. Самые распространенные это, конечно, ношение масок, гигиена рук и вакцинация. А один из самых новых и необычных это купание в крещенской купеле. Специалисты утверждают, что ледяная вода обнулит иммунитет и человек получит защиту от коронавируса. Верят ли в этот новый миф москвичи? Я думаю, что в этом есть доля правды, потому что это купание в купелях, это закаление организма. Я думаю, что это положительно влияет на иммунитет, то есть он усиливается. Чем сильнее иммунитет, тем меньше вероятность заболеть не только коронавирусом, а в принципе любой болезнью. И ОРВИ, обычным, и гриппом. Но если организм подготовленный был до этого заранее, то возможно это как-то повлияет на иммунитет. Но я сомневаюсь, что вот мы сейчас с вами разденемся, прыгнем в прорубь и резко у нас будет прививка от короны. Нет, не согласна. Нет, я в это не верю. Другое дело, что если человек достаточно физически сильный, просто закаливает его, повышает его иммунитет. Но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к защите от коронавируса. Я думаю, ничего общего между этими событиями вообще нету, между религиозными ритуалами и реальностью. Вы знаете, японцы сказали, что если есть хурму в достаточных количествах, там находится тианин, он тоже помогает от коронавируса. Я за хурму. Закаливание – это все-таки сложная процедура, и не всем она полезна. Купание в ледяно купели не всем подходит. Да и от коронавируса точно не защитит. И уж тем более от его нового штамма омикрона, который, по словам медиков, более заразный и менее изучен. Боятся ли встречи с омикроном москвичи и гости столицы? Ну, боятся, наверное, все, это нормально, да. Ну, а так, живем в масках как-как, да. Ездим на метро, к сожалению, приходится иногда. Так что, да. Боятся в лес не ходить, да. Ну, как бы, а что бояться-то? Ну, заражусь, ну, и что? Что это поменяет? Мой страх, что он изменит? Ну, естественно, боюсь, хотя я привита. А вы, наверное, не боитесь, поскольку вы без маски? Ну, на улице. Ну, на улице, все равно с вами общаетесь. Конечно, боюсь, как все. Но я привита. Нет, не боюсь. Почему? Ну, потому что я считаю, что это не больше, чем такая же простуда, как любой грипп или любая другая болезнь. То есть, можно, ну, просто из нее раздувают, какой-то страх делают из нее. Вот. А так, даже если я заболею, то, ну, я не вижу в этом ничего страшного. Точно так же, как приболеть любой другой болезнью. Ну, говорят, он не такой опасный, но все равно боязно. Почему? Ну, он не до конца изучен, насколько я знаю. Боюсь ли я заразиться? На самом деле не боюсь, но меры безопасности соблюдаю. Я работал первую, вторую волну в красной зоне и сейчас готовимся к очередной волне. Поэтому я, честно, нет. Как показал опрос, люди не очень боятся встречи с новым штаммом коронавируса. Их больше пугают последствия, которые оставляют в организме человека вирус. У каждого они разные. Краткосрочная память. И, наверное, это самое неприятное. Как проявляется, как у меня есть? Ну, я все забываю. Забываю такие... Начинаю что-то делать, отвлекаюсь буквально на секунду и забываю, что делала. То есть это серьезно и с этим надо что-то... Ну, с этим надо работать. И неврологи это подтверждают. Поэтому память, да. Все остальное, слава богу. Ну, я температуру уже вторую неделю. Вот такое. Как-то уставаемость есть такая? Быстрая, люди говорят, что... Отдышка может. Отдышка. Ну, я вижу последствия по состояниям переболевших, возрастных, у которых тяжелые депрессии и неврологические какие-то нарушения. Это видно. Но со временем это проходит. Ну, какое-то время, да. Нюх пропал, сейчас все нормально. Нет, обоняние у меня как раз и во время болезни не менялось. Ну, конечно, последствия ощущаются, что что-то сказать. Какие у вас проблемы? Ну, сейчас никаких, но были разные последствия. Сейчас уже нет, надеюсь. Но, в общем, это очень тяжелая и страшная болезнь. И я бы не советовала вести себя с этим так, как будто имеешь дело с пустяковым гриппом. Я нагляделась в больнице, будучи. Я нагляделась на то, как мучаются и страдают люди. И поэтому, мне кажется, надо все-таки уметь доверять профессионалам, а не тому, что тебе Мария Ивановна прислала на WhatsApp. Слушать советы бабы Мани по WhatsApp или советы медиков каждый решает сам. И москвичи назвали нам самые эффективные, по их мнению, способы защиты от любого штамма коронавируса. Вакцинация. Единственный способ, я считаю. Я не согласна с этим. Не знаю, просто повышать иммунитет, кушать больше овощей и фруктов, гулять на свежем воздухе. Ну, наверное, дистанцию от людей, маски. Это защита тоже же, да. И воздух, мне кажется, свежий. Вот когда продувает со всех сторон, по-моему, это безопаснее. Хочется в лес, на лыжах. Вот завтра хочу спасаться от короны. Я из Абхазии, поэтому хурма. Да какие? Не бояться. Не надо бояться. Все будет хорошо. Все от головы. В прошлом году, когда был весь этот пугали коронавирусом, всем использовал мазь виферон. Она назальная, то есть машется в нос и защищает дыхательные пути. Ну, это, наверное, все. И в остальном это поддерживать иммунитет, следить за своим здоровьем, ухаживать за собой. Потому что чем сильнее организм, тем меньше вероятность заболеть. Первое – это вакцинироваться. Второе – носить маску. Третье – пускай так. Ну, не знаю, третье – просто быть чистоплотным. Когда вы приходите домой, нужно соблюдать гигиену, мерамистином нос обработать и полоскать рот чаще. Избегать любых мест скоплений людей, следить за иммунитетом и, безусловно, доверять нашему здравоохранению. Потому что все вот эти фейки и т.д. и т.п. – это все не на руку людям.